добрый день всем приветствую всех на моем канале это юлия чепелева и как и обещала я отвечаю на ваши вопросы слежу за вашими комментариями и очень много комментариев было по поводу приезда грузинских граждан в израиль я практически не отвечала на ваши вопросы потому что сказала что хочу услышать специалиста по этому поводу и хочу чтобы вы услышали тоже этого специалиста и сегодня я побеседую с нико беляшвили у него как раз компания которая занимается всеми вопросами миграционной службы и сейчас он они расскажет расскажет об этой работе я задам те вопросы которые вы задаете мне моем же блоге и мы получим сейчас профессиональные ответы на эти вопросы и так не кое хочу начать и с главного вопроса который всегда звучит моем блоге предвзятое отношение грузинским граждан почему их не очень скажем так гостеприимно встречают на границе как раз таки израильтян очень гостеприимно встречает грузии давайте начнем с общих черт что же происходит двух странах и между двумя в первую очередь я хочу приветствую всех ваших зрителей вашего блога и вам спасибо что пригласили меня первую очередь а второе что очень хорошее дело делаете потому что информация правильная информация это самое главное на сегодня проблема то что я тоже со мной тоже обращаются очень много грузинов тем более грузин да и многое спрашивают те же вопросы которые у вас поступают и люди не понимают одного что здесь сам народ или люди которые здесь в израиле живут или грузинские евреи или русские евреи или украинские евреи здесь ни в чем в этом не виноваты то это государственная политика а что происходит и почему так происходит это уже другое дело я могу объяснить это правильно чтобы люди поняли да после отмена визового режима до большой наплев с грузии с украиной когда уже отменили визовый режим уже большой наплев людей на поехали захотели заехать в израиль они начали заряжать это израиль очень хорошо понимал эти риски и сразу же начали очень такую жесткую политику до фильтровать кого запускать кого не запускать но они все равно дали шанс и грузинам и украинцам как-то чтоб за заходить здесь какой-то час заехали и после статистике несколько месяцев они посмотрели что из заезжавших 100 человек 80 остается не выходит обратно как туристы до остается не выезжают обратно до нелегально да и обращаются все статусом под статусом беженца ну израиль понял что здесь уже очень будет тяжело и это уже как-то надо придумать какую-то схему чтобы не запускать многих потому что уже невозможно было проверить человек правда туристическими целями едет или миссар они делали документы правильнее что гостиница все есть у них и а некоторые которые не заезжали не мы смогли заехать билет правда такие что правда туристических хотели но уже исходя из недоверия и каких-то напряжениях от нас уже ситуации да уже в некоторые попали вот в этом ситуации после того как все это продолжать несколько лет до уже потом немножко мировой политики украины в грузии до изменилось направлением плане того что они уже ассоциацию договор ассоциации с евросоюзом начали подписывать да и когда грузия начал это подписывать у евросоюза был свои требования требования о том что у них не должно быть беженцев по загранице да и грузинское правительство делегация приехала где я тоже присутствовал на этих как-то участвовал на этих подготовку подготовки этой встречи и все и я лично я лично писал 33 страницы иммиграционной политики для грузии и для израиля вот чтоб как-то урегулировать это отношение и облегчить и для израиля и для грузии вот эту ситуацию я передал и одной стороне и другой стороне они начали переговоры и грузинская сторона попросила и потребовала чтоб не принимать грузинских граждан заявление от них заявление в качестве беженцев да хорошо что сейчас происходит я очень кратко расскажу потому что много чего рассказать и много вопросов будет и хочу чтоб конкретно очень хорошо чтоб поняли люди что происходит израиль соглашается начинается переговоры о том что о рабочих в дальнейшем нашу грузинов израиль говорит свои условия что хорошо мы готовы рассмотреть этот вопрос в одном случае если вы сделаете так что отсюда до тот момент 2017 году был около десяти тысяч нелегальных грузинов грузинов которые здесь остались легально нелегально легально я говорю под статусом беженца я подразумеваю но били еще такие которые никакие документы не имели да если вы хотя бы 5000 человек сможете чтобы вывести из страны этих нелегалов потом уже садимся и начнем говорить насчет рабочих виз какой-то квоту видать на грузию это делегация согласилась и что произошло произошло то что эта делегация и консульство грузии вынесли такое заявление что те категория грузинов которые самостоятельно вернуться в грузии для них учитывается для них будет список составлен этих людей и они становятся в очереди в это заполняется их на список и через год они получают рабочую визу в израиль окей вот это заявление они выпустили и народ грузинский народ как-то это государство на государственном уровне они поверили все это некоторые некоторые не поверили и где-то около 1500 человек самостоятельно поехал что в надежде что в дальнейшем они получат официальное приглашение и рабочую визу когда приехали консульство израиль они сказали вичу какое где что это был просто разговор не это это был разговор можно между начало разговора условия да они то что израиль не сказал им что эти люди которые вернутся через год получат они сказали израиль сказал очень хорошо я помню что пять тысяч человек видит потом мы садимся и рассмотрим на переговоре после этого мы садимся на переговоре они вынесли и обманули людей своих же граждан что кто вернется через год получит эти люди пришли консульство и консульство говорит ничего сейчас еще самое страшное то что здесь произошло то что израиль по этому переговору я знаю что израиль согласен и давал деньги на каждого такого человека который выезжает и там а грузинская сторона должна была обеспечить им помощь социальной материальной и все такое чтобы интегрироваться я просто поясню это не только с грузинскими гражданами у нас есть проблемы с эритреей да я им тоже даю вот эти деньги но им все думают грузины думают что им дают на руках не дают на руках когда покидает человек дают тому государству куда он едет и там эти фонды эти фонды да и когда израиль понял что здесь большая афера было сыграно то есть они эти деньги перевели оказывается не на людей на какой-то фонд государственный какой-то волга на тех людей которые выехали да под этим заявлением которые выпустили грузинская сторона 5000 человек естественно не вешал до государственной какой-то организации тоже больше никакой активности не делали для этого израиль понял что все это очень все большая афера что-то сыграли да с людьми и и остановил вообще эти переговоры люди должны помнить что израиль это не иммигрот страна который именно принимает иммигрантов израиль это страна для евреев и он принимает только евреев и репатриатов да иммигрироваться в израиле это очень тяжело и если кто-то приезжает уже насчет грузинов насчет украинцев и насчет нескольких государств из своей регуляции что под статусом беженцам уже невозможно остаться раньше было можно остаться под статусом беженцам они получали как называемую синюю бумагу как они называют штайм алифхамеш такое виза есть существует который добавил право на работу есть какие-то беды этого штайм алифхамеш который без права работы и были с правом работы до сегодня этот момент насчет грузинов невозможно один путь только грузинам приехать здесь легально это рабочая виза но здесь тоже проблема до у израильского государства и у грузинского государства нету межгосударственный договор насчет рабочих виз квоты рабочие визы раньше видавались по-другому до предприятия которые требуются или нуждается или какой-то бизнес нуждался в рабочих визах да они прямо могли видовать заносить мистер доприм и министерство трудоустройства и требовать что вот у меня но мне нужен такой-то такой специалист столько-столько человек и он сам организовал привести из каких-то либо стран да уже давно изменился и все это перешли вот этой вот и да и лицензии насчет выдачи рабочих виз перешли на руку ахадамов кухона это как это агентство по трудоустройству государственные или частные которые всего 33 таких официальных а компании существует в израиле которые могут выдавать рабочие визы сейчас что происходит да эти рабочие визы тоже по сегментам да там насчет сиуд насчет метапелли там насчет сиделки там до уборка там насчет как вот как это на сельское хозяйственное и вот строительство и все такое да как так что они сами распределяют на какую страну какой кому кому какой какие квоты выдавать и какие категории людей интересны да вот если вы заметите да большинство сиделок и большинство который у нас работал данном это это или вьетнамцы или как на эти филиппинцы до видов потому что они заявили себя как такими трудоголиками очень спокойными такими и не делать до часа работал да и обслуживают да и израиля только рабочие визы то направление который нуждаются здесь в государстве рабочая не хватает рабочих сил на не выбирают от с какого стран можно забрать наполнить вот этих этих рабочих сейчас у грузии и с украины у них нету договора вот с украины сейчас начались договор а то что в грузии попадает наш от метапель это рабочая виза это тоже а квоты которые выделены на другой стороны на другой на других стран и это перепродается но все равно это более официальная и легальная путь чем вот другие пути да и грузии существуют какие-то маленькие компании или частные люди которые связаны с дешними куха данными с этими организма с трудоустройства и они с этими комбинациями проворачивают и перепродают вот эти рабочие визы только один путь мне очень часто спрашивают а мужчин на мужчине счета на грузии граждан грузии да на мужчин ничего нету другой путь а если человек очень такой специалист редкая специальность имеет и государство и какое-то предприятие заинтересован тогда он должен обратиться мистер до прием министерства трудоустройства доказать что до мвд он должен доказать что такого специалиста в израиле тяжело найти и это процесс это адвокаты все это должны подключиться и после этого можно добиться вот этого рабочего виза б-1 вопрос приедет рабочий с россии то есть проклад я поняла но процесс получения он везде одинаковые везде одинаковые везде одинаковые не 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 тут здесь различили при взятом что на грузина вот так и это просто здесь есть одно да есть государствами которыми есть договор насчет рабочих виз да есть и государства да он другой процесс просто есть который у которых нету на это уже без государственной который тоже государство должен наладить на с россии у есть у с молдавии есть у израиля до молдавы да есть и в этом плане там легче работает все это я более официально все это происходит еще еще один то что я хочу сказать мои мои друзья мои соотечественники да мои друзей мои близкие не знаю это будет смотреть грузии израильтянин молдаване или кто-либо кто-нибудь другого другой национальности это неважно я хочу заявить одно что запомните рабочую визу если вы входите с в израиле никто не может получить рабочая виза не выдается в израиле рабочая виза выдается в трое стране где откуда вас приглашают не ведитесь на это рабочую визу в израиле только можно получить одним путем если начинаете процесс хайми шутов и это сожительство с гражданином или с гражданкой израиля и это тоже не сразу да это тоже не сразу сначала процесса где-то через девять восемь может быть через год получает человек первую рабочую визу так что здесь не делается не обманывайте вставать очень много обманутых тоже что как будто делают какой-то гуманитарную помощь и гуманитарный статус подать заявку на счет гуманитарное это не значит у вас какой-то гуманитарный процесс началось гуманитарный процесс это есть направление на счет чего можно подать первое да и второе да если у вас нету документы и адвокат не требует под тем направлением те документы доказывающие вашу проблему по какой это подаете да значит это просто липовая подачи до подачи заявки это стоит сто пятьдесят сто семьдесят пять чекелей приходишь в месродоплим ты подаешь какую-то сказку пишут сто семьдесят пять чекелей платят я не думаю что гуманитарный процесс у них такой нет и это через неделю максимум через неделю у адвоката приходит уже ответ что не принимается адвокаты не сообщают вас или просто с пустыми бумагами ходите а и уже заплатили тысячи пятьсот две тысячи долларов за адвокату да каждые два дня делаю лайфы и сообщаю людям что правильно как правильно и в чем не должны быть обмануты я рад я я рад помогать вам я рад довести до вас информацию и когда мы говорим что это невозможно еще одна проблема людей они сладкую ложь люблю любят понимаете и когда я говорю что это невозможно не трать на это деньги они и время и поиски они бегут какой-то афериста найдет который очень сладко эту сказку расскажет что возможно да потратить деньги и потом приходит и плачет что вот обманул обманули поэтому люди у меня нету интереса одного такого чтобы кого-то обманывать или кого-то отказывать чем-то да если говорим что это невозможно невозможно если говорим что возможно где-то 20 адвокатов у нас партнерстве и мы можем вам помочь если что-то есть по закону можно сделать так что желаю всего хорошего мы любим грузию мы любим грузин и мы ждем кто правда хочет здесь гостей приехать я надеюсь что мы смогли ответить на те многочисленные вопросы которые у вас были также можете писать комментарии и до встречи на моем канале что у вас было очень многочисленных вопросов что у вас было очень многочисленных вопросов